Крупнейший российский провайдер фиксирует рост интернет-трафика. Телесмотрение в дневное время увеличилось в трое. Специалисты связывают это с режимом самоизоляции. Однако в этот период связь предлагает новые возможности. Появляются приложения, в которых есть и развлекательный, и познавательный видеоконтент. Анна Рапчук подробнее. Около 50 сотрудников СМИ накануне в режиме онлайн приняли участие в пресс-конференции. Крупнейший провайдер рассказывает, что трафик бьет все рекорды. Ростелеком делает все, чтобы в работе сети не было перебоев. И пошел на беспрецедентный шаг. Повысил максимальную скорость передачи данных. И открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов. Мультфильмов и образовательного контента для детей. На период карантина мы добавили 5000 единиц контента. Это фильмы, это сериалы, это обучающие программы. И мы сейчас наблюдаем за тем, что впервые растет спрос на обучающий контент. Также в три раза выросло количество просмотров телевидения. Утром это уроки фитнеса, днем трансляции для школьников, а вечером концерты и познавательные передачи. Смотрят только то, что нравится, констатирует Ростелеком. Абоненты не готовы платить за весь контент. Поэтому компания запустила специальный тариф «Трансформер». Каждый месяц абонент выбирает 5 из 12 мини-пакетов по разным тематикам. При этом цена подписки не изменится. Ростелеком выпускает в сервисе «Винг» уникальное предложение «Трансформер». Это возможность выбрать для себя только те каналы, которые хочется смотреть, те тематики, которые интересны, и не платить за лишнее. Попробовать сервис можно уже сейчас. До конца июня подписчикам «Винг» предоставляется доступ ко всем 12 мини-пакетам за базовую цену. А потом можно выбрать идеальный для себя пакет каналов и фильмов. Анна Рапчук, Иван Кобин, Тюменская служба новостей.